Бэтмен. Год первый. Он тренировался, планировал, ждал 18 лет. Он думает, что он готов. Часть вторая война объявлена. 4 апреля. День начался рано, со звонка Маркеля о захвате заложников в округе Биркхен. Барбара проснулась со мной, она всегда просыпается, не имеет значения, каким тихим я пытаюсь быть, и мой кофе готов в тот момент, когда я натягиваю штаны. Отвечаю, Меркель. Магия дождя работала, ограждая меня от всего. Между ударами капель я слышала лишь каждое четвертое слово. Не могу, не хочу без оружия. Лучше, что я могу сказать, никто не был уверен в том, чего хочет похититель. Меркель в его словах мало смысла. Я сказал, нет, сэр, он не стрелял. Нет, сэр, у нас нет на него данных. Есть отчеты с больницы Аркхен. Да, сэр, Аркхен. Зовут Альберт Плюч. Диагноз параноидальный шизофреник. Выпущен две недели назад. Он держит трех детей на мушке. Меркель отходит на второй план. Я в двух кварталах от места действия. Мой живот крутит во время прорыва сквозь оживленное движение. Чертова лысые покрышки. Нет, сэр, нет. Насилие. Сэр, проблема. Брэндон. Брэндон. Ты... Кофе выплеснулся мне на колени, забирая остатки сна из моего разума. Брэндон, он и его гестапо-лунатиков. Будет резня. Мы здесь не для разборов. Меркель, мы здесь, чтобы все уладить. И я не вижу здесь твоего мелькосердечного лейтенанта Гордона. О, нет. Почти зацепил меня. В прошлом месяце Брэндон и его ударная команда успокоили буду в парке Робинсона. Даже статуи не уцелили. Что за... Не вижу что. Великолепно. Не так часто бывает слишком много пушек. У этой малышки нет шансов. Этот бедный ублюдок уже на пределе. Найди себе войну, Брэндон, или я предъявлю тебе обвинение, Гордон. О, мужик, это Гордон. Куда? Мое уныние, как рукой с него. Я держал пистолет, как мертвой крысу, и молился, чтобы Брэндит понял. За спиной меня проклинил Брэндон. Я направился к головному ходу. Я уверен, что никто не видел, как мои колени дрожат. Я надеялся, что Барбара не видит. Я знала это. Лейтенант Гордон вошел в здание. Выстрелов пока нет. Лестница скрипела слишком громко. Плевать, что здание за 12 минут стало просто угрожающе. Мой нос хлюпал. У меня даже не было сил вытереть его. Маленькая девочка плакала. Противный паук, не шуми. Нет ланч, нет ланч. Я без оружия. Мои ботинки были полны ледяного дождя. Мои ноги теплые, в отличие от моего живота. Сказал же, нет ланчи, нет мертвого ланча. Я знаю, я знаю. Нет мертвых. Бедный парень, должно быть, боится своего разума. Верно. Как будто я не боюсь. 5 апреля. Оскорбил меня перед моими людьми. Оскорбил меня. От него одни проблемы. Ты знаешь, что я сочувствую тебе, Брэнда. Да, ты знаешь. Ты знаешь, что нет ничего лучше, чем отстранить его от службы. Мой хороший друг-детектив Ласс сделал несколько предположений по этому поводу. Но мы должны быть терпеливы на стороне Гордона Пресса. Эти отдачи. Порох обжигает мои глаза и забивает мне ноздри. Рой свинцовых мух. Если бы это был человек, Рой разговаривал бы ему спину и он бы почувствовал, как его ноги умирают, пока взрывается его сердце. Снова отдача. Рой оставил бы аккуратно круглые отверстия. Увидел бы ужас в его глазах, как он выдавляет половину его мозга через дырку в черепе. Я ненавижу оружие. Я ненавижу мою работу. Я продолжаю тренировку. 6 апреля. Другая отдача. Сильный мальчик. Маленький Джеймс. Я молюсь, чтобы он был очень сильным, достаточно умным, чтобы остаться в живых. Как я позволила этому случиться? Как я мог так напортачить, дать жизнь невинному дитя? Я в городе без надежды. 9 апреля. Они позвонили в мой выходной. Все началось довольно хорошо. С аромата курицы с лимоном Барбары и ее пальцы вчера жил детское масло мне в плечи. Тихо играющий Рахманин и ее идея сентиментальна, но это работает. Не нужно ехать в метрополию, чтобы человек из стали смог использовать отбойный молоток на твоей спине. Как приятно, милая. Говорил же тебе, не запускать это, милая. Я забыл, прости. Да, сержант, может вы должны позвонить в зоопарк? Хорошо, хорошо, я даю ему трубку. Это Меркель. Что-то насчет гигантской летучей мыши. Курица подождет. Костюм сработал лучше, чем я надеялась. Они замерли, устали. Велись и дали мне все время мира. Я прыгнул вблизи того, кто выглядел сильнее его рык наполнения Африку. И внезапно все распалось на части. Парик слева начал забыть маму. Тот, что слева пришел в чувство и готовился прыгнуть, у него будут проблемы. Сильнейший испугался, сильно испугался. Нет, я не убийца. Он кричит, как девчонка. Ему вряд ли больше пятнадцати. Дитя, просто дитя. Парень, о котором я беспокоился, нанес первый удар. Он тренирован. Пинок был сильным. Он не понимал или не волновался, что если я его отпущу, он станет историей снова. Это уже плохо. Равновесие удержать. Сломал ему ребра. Забудь его. Телевизор все еще не упал на улицу. Он опять атакует. Блокировать ногу. Теперь схватить ее. Не имеет значения. Держись. Вывернуть ее. Заставить его прекратить. Телевизор разбился. Я затащил безводное тело наверх. Хорошо, что он потерял сознание, если бы он продолжал дергаться. Мое плечо и зубы все еще там, где им должно быть. К счастью. Счастье дилетанта. 15 мая. Если бы мы могли остановить истерику на мгновение, джентльмен. Наш мститель или Бэтмен, как его называют, очевидно, совершил 78 актов нападения за последние пять недель. За это время, конечно, выяснился характер выбора времени и методов. Так уже ясно, что он обладает неординарными физическими навыками. Не он это. Вы можете что-нибудь добавить? Детектив Ла Фласс. Он не человек. Я просто говорю вам, он не человек. Спасибо, детектив Фласс. Мститель был осторожен, чтобы оставаться непредсказуемо случайно, выбирая районы для своих атак. Он последовательно действует между полночью и четырьмя часами утра. У кого-нибудь есть спички? Спасибо, детектив Эсса. Он прорабатывает свой путь от уличного уровня преступности до верхних эшелонов от мелкого грабителя до наркоторговцев и поставщиков. И теперь, по сути, любой коп может раскрыть преступление одиночку. Итак, Фласс, расскажите нам, что вы знаете об Бэтмене. Попытайтесь не преувеличивать. Это как мой рапорт, лейтенант. Я получила нанимку-наводку, которая привела меня к поставкам кокаина из Энди. Я почти раскрыл преступление неналичным, говорит Фласс и кашляет. Он осматривает комнату в поисках любого, кто может возразить ему, и продолжает. Тогда я услышал хлопание гигантских крыльев, нечто спускало с небес. Кто-то хихикает. Фласс краснеет еще сильнее. Размах его крыльев был около 30 футов. Оно снижалось как что-то. Я никогда не слышал ничего подобного. Один из преступников, которого я не успел разоружить, достал 357-й магнум. Он выстрелил почти упор в существо, и поле прошло прямо сквозь существо, как будто его там и не было. Фаркани из мешки Фласс пересек за секунду. Он посмотрел на меня так, словно я уже висела в рамке на стене. И оно начало смеяться. Остальные члены банды выхватили пушкой, что-то вылетело из руки существа. Я запомнила крики. Это были когти. Когти, верно. Это были маленькие острые штуки. Они парализовали преступников. Но меня он не тронул. Маленькие острые штуки. Джентльмены, джентльмены, продолжайте Фласс, пожалуйста. 19 мая. Костюм и оружие были испытаны. Время отдать серьезно. От машины к машине я прокладывала путь к особняку мэра. Только трое из них проснулись. Только половина из них вооружены. Там охрана с пистолетами во дворе. Лейтенант Гордон. Какой приятный сюрприз. Бэтмен. Я ем лейтенант. Нет, я не занят вашими требования к персоналу. Я нахожу их чрезмерными. Да, лейтенант. Я хорошо знаю, как много законов нарушает мститель. Но везде есть две стороны сущности. Не так ли? Лейтенант Гордон. Я часто слышала его имя. Все правильные люди, кажется, ненавидят его. Все приборы установлены. Да, так и есть. И Бэтмен положительно влияет на настроение людей. Разве вы не заметили снижение уровня преступности за последние недели. Далее я не имею привычки объяснять свои действия своим лейтенантом. Я надеюсь, вы поняли друг друга Гордона. Вы видели Бэтмена, комиссар? Они говорят, он огромен. Вы не должны любопытствовать, Мария. Джилл очень занят в эти дни. Мы верим, что он справится с Бэтменом и с Гордоном. Я ценю ваши доверия, парни. Да, я справлюсь, раз так видите вас всех. Их было время. Пока рано. Черт жил. Никто не подойдет к тебе, пока опросы будут за Бэтмена. Не бери вино по дешевке, Мария. Чарли, что ты говоришь? Консул не понимает своих проблем. Это выбор города. Моя организация также беспокоена, комиссар. Бэтмен лишает нас денег. У всего есть две стороны, друзья. Взгляните на это по-другому. Несколько уличных контролеров собрнули деятельность. Но люди в Готэм-Сети определили героя. Они чувствуют себя в безопасности. И чем им безопаснее, тем меньше задают вопросов. Мне это не нравится. Это неконтролируемая ситуация. Этот парень Дент вынудил отдел внутренних расследований следить за детективом Флассом. Фласса было бы трудно заменить. И он должен сказать. Дент, твоя проблема в фальконе. Так и есть. Сейчас. Какого черта? Боже, мы все умрем. Свету, что случилось со светом? Теперь уберем стены. Вскроем пол. Время шоу. Спокойнее, черта бери. Это просто дым. Какая-то глупая шутка. Это яд. Заткнись. Дамы и господа. Вы хорошо поели? Вы сияли здоровый век Готэма и его души. Ваш банкет близится к концу. С этого момента никто из вас не в безопасности. 20 мая. 20 мая. Никаких извинений, Гордон. Этот мститель должен быть пойман немедленно или ты вылечишь с работы. Да, сэр. 2 июня. Он знает. Он знает, как ходить с осторожностью. Так же, как несколько женщин в наши дни. Это практически забытое искусство. И она знает, как кричать. Ты можешь слышать это с крыши. Фантастический крик не поможет ни в этом районе. Здесь вместо Энди полуночная прогулка приравнивается к попытке самоубийства. К счастью, для нее здесь так много кубов вокруг. Здесь сержант Фек играет пьяницу, а вот сгорбились в седании детективы Шелли Лернер. Тут больше шести офицеров ждут, прижавшись к земле и мусорным ящикам. Гордон поставил много людей на этих ловушке. 5 июня. Сэр. Паша Рос Ройс. Он пропал. Сэр. Это был он, сказал, что Рос Ройс в реке. Тоже сказал мне, у какого пирса. Думаю, он чертов Робин Гуд. Он умрет. 6 июня. Он знает, когда и где мы устанавливали ловушки для него, и ночь за ночью он терроризирует большинство влиятельных людей и котами. Вы слышали, что он сделал с машиной римлянина? Смеялся до упада лейтенант Рос Ройс. Да, вы следили за римлянином долгие годы, как я слышал, фактически были близки к предъявлению обвинения раз или два. О, да. Некоторые из ваших свидетелей сменили свои показания, остальные исчезли. Это должно быть очевидно. Я понимаю, что он использует свою власть, чтобы держать вас в должности помощника окружного прокурора. вы поддерживаете форму не так ли, мистер Дент? К чему вы клоните лейтенанта? Мне нужно знать, где вы были в следующие дни. Думал, никогда не уйдет. Теперь вы можете выйти. Алиби у Дента есть одно алиби СНО каждую дату. Он говорит, что был дома между полночью и четырьмя часами со своей женой. Нет смысла ее спрашивать. Вы действительно думаете, что он бэтмен лейтенант? Это, возможно, Дент, конечно, довольно вспыльчик, но явно нужно больше, чем мускулы, чтобы сражаться так, как бэтмен. Или просто найти для этого времени это оружие. То есть у него арсенал. Трудно думать на соляре Дента. Деньги лейтенанта. Брюс Вейн. Богатейший человек в годами и живет за городом. Вы, может, и не знали этого, но его родители были убиты грабителями. Я думаю, он был всего лишь мальчиком в то время. Я могу поцеловать вас с СНО. Я уже ощущала ее помаду на сигарете. Ее ногти пились мне в колено. Этот грузовик. Что за черт? Может, это таблетки. Может, это сердечный приступ. Может, и то, и другое. Но это не имеет значения. Он потерял управление. Его нога должна быть давить на акселератор. О, нет. Это старушка. Нельзя дать этому случиться. Нужно торопиться. Лейтенант, возьми руль. Черт, нет времени. Нет времени. Не могу достать. Нет времени. Это конец. Я не достаю. Как долго я был в отключке? Недолго, СНО. СНО, держи его. Не двигайся ты, лейтенант, в порядке. Никогда не возражай мне и не отводи от него взгляд. Я звоню за подмогой. Стой, Илья. Пальцы не слушаются. Лейтенант. Она сказала, это Бэтмен. И Брэндон, он. Бэтмен побежал в туалива. Он там. Спас эту старушку. Он. Они думали, я атаковал этих копов. Не везет. Поймал. Плев ногу. Плевать на нее. Тупик. Нет выхода, кроме этого окна. Единственный шанс. Выиграть момент. Никому не стрелять без моего приказа. Оцепите это место. Меркель. Займи с командой крышу. Лейтенант. Это комиссар. Крыша. Если я смогу попасть туда раньше них, прежде чем они получат воздушную поддержку. Комиссар. Нет нужды для Бэтмен. Никого не атаковал. Комиссар. Вы не можете позволить Брэндону. Нет. А нет. Комиссар не хочет упустить шанс. Вызвал своего дружка Брэндона. Сказал ему проверить здание. Сказал, что его можно разрушить. Сказал, что никто не пострадает. Никто, кроме двух бродяг или Бэтмена. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok